Субтитры делал DimaTorzok Вопрос, отправляясь из Хабаровска в центральную часть России, брать с собой запас топлива или нет, брать в обязательном порядке. Как минимум 20-литровую канистру, как минимум везти с собой в багажнике и второе полбака бензина уже нужно искать до заправки по трассе. Какие будут вопросы, пожалуйста, я Вася Васим от лагина, я отвечу и напишу, и в аудио отвечу. Ну что, бери правление в свои руки. Решили мы по просьбе подписчиков покататься по ночной Москве, по центру. Никакого у нас строгого плана, строгого маршрута нет. Пока едем в сторону центра, дальше будем импровизировать. Можем поворачивать куда хотим, куда захотелось повернули. Можем остановиться, построить себе маршрут, куда дальше ехать. Ну а пока вот с Борисовских прудов в сторону Красной площади. Это ночные покатушки для тех, кто будет учиться ездить по Москве. Самый оптимальный вариант, это выбирать время, когда интенсивность движения слабая. Сейчас, сколько времени сейчас? 21.50. Ну вот 22 часа практически. По идее все должны уже дрыхнуть. Но что на трассе, на дороге увидите сами. Ну сейчас воскресенье, да, многие уже готовятся к завтрашнему рабочему дню. В воскресенье сегодня? Сегодня, да, воскресенье. И дороги, по идее, должны быть разгружены. Ну вот у нас мопеду, правила дорожного движения не писаны. Мы пролетаем на красный свет. Без каски, девчонку везет. Вот, увидели бы родители, ремня бы дали. На Борисских прудах у нас установлены две работающие камеры. И максимальная разрешенная скорость 40 км в час. Поэтому никуда не торопимся, чтобы не наловить штрафов. Ну, сейчас первую проезжаем. Над нами видно моргает, да. Ну и там в конце Борисских будет вторая камера. Почему установили и почему скорость 40 км в час здесь установили? Дело в том, что летом у нас вот слева мы сейчас проезжаем. Тут не видно за деревьями. У нас там Борисовские пруды. Справа Москва-река. Летом, в жару, на этих Борисских прудах там есть пляж. Народ отдыхает, загорает. Конечно же, с пивом. Бывает, перебирают. Дорогу переходят в неположенных местах. К магазину? И ночью, и днем, и утром бывает по-всякому. Идут в стороны магазина. Ну и раньше у нас частенько сбивали народ отдыхающих. Причем сбивали так сбивали. Часто... С тяжелыми последствиями. До летального исхода. Часто. Поэтому установили 40. И мы особо не гоняем. Ну, между прочим, работает эта система. По крайней мере, я давно не слышал уже, что здесь кого-то сбили. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Да, на самом деле. Последний раз, что я слышал, это года три назад, наверное, сбили знакомую насмерть. Это кого? Ну, жила на районе девчонка. Да. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения. Выезжаем. Можно было поехать прямо. Я обычно там проезжаю по утрам, пробочку объезжаю. Потому что здесь у нас сделали одностороннюю... Одну полосу выезд на Коширку. А съезд Коширки три полосы. Я, кстати, на твоей привычке сказал объезжать. Да. Поэтому здесь по утрам бывает частенько пробочка. Поэтому я объезжаю там справа. Там тоже, конечно, заторчик, но мне кажется, что там быстрее. Кстати, этот перекресток тоже не очень простой. Довольно-то часто аварии случаются. Ну, может быть, потому что народ еще не привык, не очень, может быть, соблюдает правила. Разворачиваются не с крайней левой на Коширку в сторону центра, а со всех полос. Поэтому обратно. Но я думаю, что мы будем еще записывать, когда будем возвращаться. Я еще покажу, что я заезжаю все время с правой полосы. Таким образом, минимизирую возможность, что меня справа кто-то ударит. Потому что я, по идее, самый правый еду. Но это ладно, это в конце видео будет. Вот, пока выезжаем с Борисовских прудов на Коширку. Коширское шоссе. Да, Коширку. Вот, вот, поворачиваю. Еще один арвел. Не, 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 этот правильно повернулся. Вот сверху, да, там он бывает со среднего и с крайнего. Да, бывает со среднего, с крайнего. И вот здесь вот очень частенько аварии происходят. И они происходят как раз на перекрестке. И парализуют, соответственно, движение Коширка в центр. Коширка в область. Съезд на Борисовские пруды. И не съезд с Борисовских прудов. У меня была мысль. Иди и весь день. Стоять вот здесь на фронте. Задесивайте. И снимать на камеру. За два, за три дня можно реально... Дай мне этот, наверное, так сказать. Да, тут чуть ли не каждый день кто-нибудь получится. Недавно сильную аварию видел. БМВ. М-ка. Трешка. Расколошматилась так. И, кстати, я уезжал. Пробочка только начала образовываться. Там, ну, авария только произошла. Да, там 10-15 минут, может быть. И возвращался я часа, не знаю, там часа через 4-5, может быть. БМВ все еще стояло. Может быть, ГАИшников они уже вызвали, там все решили. Но сама разбитая БМВ еще стояла. И, может, эвакуатор ждала. В стадии этот президент подписал, по-моему, или указ, или, пусть нам не сказался, за усиление наказания, за повышение скорости. Вы только или вчера, или сучка об этом сказали. Не знаю, я не слышал. Я слышал. Вот отойдет вот в стрит. Стритрейсеры. Стритрейсеры. Ну, может быть, может быть, если будет желание, если будет... Вот, кстати, на кошельке рабочая камера. Если будет желание, может быть, прокатимся на смотровую. Обычно стритрейсеры тусуются там. Ну, я думаю, сейчас таких вот туда разограли. Это же место привлекалось, выкормилось. Ну, взяли, может быть, они на все плевали. В течение дня продолжают выступать поздравления. А, у тебя же сегодня праздник. Да, да, да. Я, кстати, поздравил всех, кто... Маринам, подписчиков, всех поздравил. Ну, все, кто каким-то образом связан с морским флотом, поздравляем с праздником вас. Так, справа у нас знаменитый МИФИ-институт. Ну, и чуть дальше съезд, если правее выходить, это... Ауральник, мигао, да? Это Андропова. Да, а если прямо ехать, это по Каширке. Ну, и дальше в Баршавка. Турская. Центр. Вот, правее сейчас за автобусом не видно уход на... на Андропова. Смотрим участок от Каширке, от Петро-Каширска до Нахимовского проспекта. Я уже рассказывал, дневная поездка. Ну, это вот ночная. Вот рабочая камера. Ну, камер, короче, в Москве понатыкали очень много. Подъезжаем к метро Каширская. Слева-справа Каширка. Справа Коломенский парк у нас. Наверное, самая дальняя часть от центрального входа. Не знаю, картинка будет, видно, нет. Что означает картинка? Ну, я имею в виду освещение, все, что есть. Да, видно будет. Не видно, значит, выкладывать не будем. Не, ну, там этот, по-моему, надо было поставить или... Вот справа у нас высокое здание подсвечивается. Справа? Да. Экологический центр. Очень страшное место. Не дай бог. Не дай бог кому-нибудь связаться, но как-то... иметь какое-то участие с ним. Всем желаю обойти этой стороной. Это у нас онкологический центр. Не знаю, вот это центральный вроде. Он, наверное, этот... Заменитое в России. Ну, сейчас справа мы его проезжаем. Страшное место. Вот муляж камеры мы только что проехали. Ты что, сез с задником не выражаешь. Ну, впереди рабочая камера. Муляж легко распознать. Мало того, что он... Ну, ночью он... Если присмотреться и днем, видно, что он всегда моргает красным светом. Настоящая камера. Муляж красным светом не моргает. Вот. А помимо этого, у рабочих камер на столбе еще такой ящичек приделан. Ну, где все оборудование, вся аппаратура крепится. Если присмотреться под информационным таблом, в нижнем правом углу, как раз камера мерцает. Вот. А у муляжей этих бочков, бочонков нету. Насчет рекламы на дорогах. Что-то хотел сказать. А, все, вспомнил. Я хотел это прокомментировать. Это Ирина Носкова. Да, да, да. Хотел прокомментировать. Ирина Носкова интересовалась вообще, кто-нибудь замечает рекламу на дорогах. Я и рекламу, и вывески замечаю. Не мешает? Да, или когда? А мне эта песня. Привык уже. Да? Дега. Кисан Славич. Здесь у нас всегда лучше занимать левый ряд. Крайний. Крайний. Крайний левый. Почему? Потому что направо у нас поворачивают, особенно по утрам, в пробку поворачивают там с двух, с трех рядов на Нахимовский проспект. А левый ряд у нас едет. Справа у нас Каширский двор. Строительный рынок. Да, строительный рынок. А слева у нас торговый центр «Гудсон». По-моему, это самый, на мой взгляд, самый упыточный торговый центр. Хоть и обеспечили всевозможную транспортную логистику, что ли, до него, бесплатные автобусы курсируют, народу все равно там очень мало. Даже не все магазины. Вот торговому центру, наверное, года три, может быть, четыре. Около трех-четырех лет. До сих пор не все магазины открыты. Он наполовину пустой. Вот, кстати, в этом месте, сейчас въезжаем в туннель, Каширское шоссе переходит в Варшавское шоссе. Въезжаем мы в туннель Каширка, выезжаем уже Варшавка. Разметки никакой. Ну, видно, дорогу только что положили. Все это время у нас Варшавка была практически параллельно слева от нас шла. Немножко, может быть, там, наискосок. Дождик у нас пошел. Ничего страшного. Ну, это для тех, кто ночью собирается учиться по городу ездить. Ну, такие условия. Ну, или, может быть, кто-нибудь любит засыпать. Ночные покатушки. Да, под ночные покатушки. Под трындеж чей-то. Слева у нас знаменитые варшавские бани. А с правой стороны слышали такой Брынцалов? Брынцалов? Ну, Брынцалов он этот, сейчас занимается фарма-экологией, что-нибудь там, лекарствами. Была водка, когда он по телевизору... Поярышник, что ли, подавал? Нет, без стыда, без наглости. Там свою жену по-всякому... Ну, в общем, вызвал этот бурю негативной реакции. Это как-то вот этого здания, справа его. Ну, да, он там уже. Там вот так и написано Брынцалов. Проезжаем метро Нагатинское. Справа у нас сейчас будет... Главпочтамп. Ну, это логистический центр Главпочтамп. Да, да, да. Сюда приходят все посылки. Или не приходят, теряются до этого места. Либо после этого места, либо в этом месте. Ну, показали. В Ростовской области целую кучу посылок украли. Да, валялись там разбросанные, вскрытые посылки. А, шелтко, да. Сейчас мы проезжаем под МЦК. А что такое? Малое центральное кольцо. А, как оно? Ну, то, что пустили электрички наземные. Да, вот они здесь проходят. Ну, это, скажем так, южная часть этого кольца. Я все собирался проехать по... Кстати, надо будет как-то... Проехать за снятием. Внешнюю будет июю часть. Дождик у нас чуть-чуть усиливается. Ну, а мы плавно подъезжаем уже к улице Большая, Тульская. Слева будет длинный дом-корабль. В народе его прозвали. Вы как к Олимпиаде строили дом для спортсменов? Я два года снимал в этом доме квартиру. Ну, квартирки и подъезды, я вам скажу, там, конечно, так себе. Грязные, загаженные, квартирки маленькие. Ну, она больше как гостиница, что ли, была. Хотел пожить самостоятельной жизнью. Ну, до работы мне было тут 200 метров. Он справа работал, слева жил. Да, проезжаем сейчас под трешкой, под третьим транспортным кольцом. Здесь у нас тоже любят с пяти рядов уходить. Ну, не с пяти, а с трех, с четырех рядов уходить на трешку. В сторону Ленинского. Вот, а нам дальше. Вот, собственно, этот сам дом. С левой стороны. Да, дом-корабль. Справа у нас Ереван-Плаза. За Ереван-Плазой еще туда правее у нас арбитражный суд. А потом? Налоговая, по-моему. Полетный дом. Да, дальше вот у нас справа сейчас немножко наискосок. Монетный двор, московский монетный двор. Все денежки там делают. Монетки. А слева... Деньги делают в другом месте. А слева у нас Даниловский рынок. Очень дорогой рынок. Раньше был дорогим. До того, как его реконструировали. А сейчас... Ты хочешь через МВД поехать? Я хочу через МВД поехать. Помытный поехать. А сейчас его реконструировали. Сделали ремонт. И цены, я думаю, там еще подорожали. Помидоры, к сведению, когда на рынке или в магазине стоят рублей 180-200, на этом рынке они стоят 350-400. Но выбор большой, выбор хороший. Мясо здесь хорошее. Но тоже безумно дорогое. Так, даже так у нас закончился. Так. Это мы были на Большой Тульской. Сейчас Большой Тульской подстрелку налево будем съезжать на улицу Мытная. Очень сложно. Очень большой перекресток здесь. Многие нарушают правила. Вот, допустим, как сейчас. Да, да. С иностранными номерами. И вот здесь вот очень... А Удалья, по-моему. Я не знаю. И вот здесь очень часто происходят аварии тоже. Вот слева Даниловский рынок. Ну, справа у нас просто... Просто жилые дома. А вот, говоришь, банк. Вот один из сложных перекрестков проехали на Тульской. И еще один серьезный такой, серьезная развязка – это Таганская площадь. Там сколько где-то? 7 или 8, да? Таганку я вообще не люблю. Там очень легко уехать не туда. Особенно, если ты новичок, не ориентируешься. Очень легко промахнуться мимо нужного поворота. И уехать куда-нибудь не туда. Ну, и перекресток сам по себе большой, сложный. Там и с садового кольца поднимаются внешняя сторона, внутренняя сторона. И съезжают. Так, поехали. И... Там каменщики. Так, слева у нас велосипедная дорожка. Вот, справа-справа, не слева, а справа. А, вижу. Улица Шухова. Пересекаем. Здесь у нас находится знаменитая башня Шухова. Это не останка, как же она называлась? Или башня? О, Господи. Я в их памяти не помню. В общем, первая дивизионная башня. Сейчас стоит вопрос, что с ней делать. Хотели ее снести, но народ выступил как исторический памятник. Это было где-то года два назад, наверное. Назад? И решили ее, да, ну вопрос поднимался. И решили оставить эту башню, реконструировать. Все-таки это памятник. А, Шабаловка. Этот. Башня? Ну вот, не важно, как она называлась. Шабаловка. Может, Шухова? Нет. Шабаловка или радиокомпания, что ли, была Шабаловка. Я частенько вот по фронике старые документальные фильмы показываю. Шабаловка. Не знаю, я... А что прямо? Прямо у нас, по-моему... МВД. МВД. Ну, это не центральное. Это как не центральное? Министерство на Трукдео. Разве это центральное? Да, ну, это вот, когда едешь по Садову, да, это вон оно, с нами там, колокольцы. Ну, тогда не спрашивай, а говори прямо, что это центральное МВД. А что еще, не центральное МВД? Ну, есть же не центральное отделение. Я почему-то думал, что... Ну, я видел, что там... ГУВД это отдельно, а это вот МВД. В общем, ладно, мы сейчас мытный сворачиваем на проезд Апакова. Ты ходишь на этот, на Ленинский, что ли? Да. С Апакова направо на Ленинский. Ну, и тут же Ленинский переходит в Большую Якиманку. А что-то Большой Каменный мост у нас стоит. Красный, что ли? Да, да, видимо, его перекрывают, держат светофор, чтобы кто-то проехал. Хотя в это время кто? Уже никто не работает из депутатов. Все уже дома. А когда они работают? Вот мы сворачиваем на проезд Апакова. И упираемся в Ленинский проспект. Как-нибудь проедем Ленинский проспект, вот отсюда, не отсюда, наверное, от метро. Лучше нет, да, по-моему, там? Нет, здесь нет. Так, вот он Ленинский. Да и концовка для начала. Переходим дальше. Ну, если считать от центра, то это начало Ленинского. Да, вот это Портуно-Членовское министерство. И внутренний диагон. Как только лапустим, да? Слева у нас, под нами сейчас Садовое кольцо, слева Парк Горького, Крымский мост, по-моему, да? Крымский он называется? Да, там парки Горького эти десантники, подняжки, хочу видеть сейчас. Да, скоро будут через... Восемь. Через три дня. 2 августа у них тоже праздник. Едем по Большой Едеманке. Вот, я разместил видео Москва на Кольске. 14-го года, да? Видео. Как раз вот в этом месте проезжали, но проехали, длилось огнем. Сейчас это же самая дорога, но путевное время. Я что-то пропустил. Мы где-то слева, а еще не доехали, наверное, слева должен быть президент-отель. Либо мы его проехали. Проехали уже? Да, проехали. Перед самым... В темноте я его не заметил. Перед самым поворотом там этот... Там этот Майкл Джексон, что ли, останавливался? Да, там все останавливаются. Я знаю, что это президент-отель. Что я вас знаю. Что я бывал там очень много раз. Да? Однако. Вот она вылазит, правда, бель. Надо почаще с тобой ездить, узнать, как ты жил. А тут дом правительства с левой стороны, да? Там ближе к Москва-реке. Дом правительства. Ну, это времен Восифа, Гестрея, Нуча Сталина там жили. Жило все правительство. Все прослушивалось, все рассматривалось. Кстати, навигатор нас немножко обманул. Он показывал, что каменный мост стоит. Я тебе о чем вы говорили? Что доверие яндекс. А каменный мост едет. Вот он, с левой стороны, наверное, видно будет. Подъезжаем к Красной площади, уже видно башню. Кремль. Кремлевская. Башня. От святопожки горит. Так, на секунду поехать. ЛДПР. Привет, Владимир Убольфович. Так, с левой стороны храм. С левой стороны храм Христа Спасителя. Вот, интересно, видно, нет? Мне фонарь не дают просмотреть башеньки. Фонарь забивает. Ну, поверьте на слово, что с правой стороны кремль. Да мы сейчас к нему подъедем еще, рядом проедем. Нет, мы сейчас, наверное, свернем в сторону Нового Арбата. Прокатимся по Арбату и вернемся сюда. Это центральное медоявление, вот называется, библиотека. Скорость 140 ограничения. С правой стороны по диагонали Манежная площадь, да, охотный ряд. А за ним вот светится полоса, вот эта подсветка. Это Государственная Дума. Не знаю, видно, нет? Видно, видно. Видно, да? Ну, ничем не в нее, мы тоже еще проедем. Маховая. Что стоит? Накого ждем. Сзади сейчас разорвутся. Так. Улица Воздвиженка. И переходит. Так, кто-то просил, сейчас не помню, логин, бульварное кольцо, но в темное время по нему ехать, я думаю, мало что можно увидеть. А в светлое время ехать в пробках стоять? Да. О, кстати, Авелон не только на Волгоградке, а еще и здесь открылся. Салон? Да. У тебя работал с ними? Работал когда-то. Так, ну вот. Собственно, новый Арбат. Направо и налево это бульварное кольцо. Вот он, новый Арбат. Ну, давай теперь о нем рассказываем. Только быстро мы едем, чтобы можно было рассмотрение. Да, что тут рассказывать? Ну, нужно гулять по старому Арбату, а не по-новому. Старый Арбат идет параллельно. Нет, я имею в виду, чтобы могли рассмотреть, если видно будет здание, там какая-то подсветка. Тут, конечно, интересно ехать в какие-то праздники, когда иллюминация. На иллюминации могу сказать то, что у нас в последнее время экономят на последний Новый год, 2016-2017. Это, как говорится, новый Арбат, да. Иллюминации практически не было. Не, ну, Марьинский и Братеевский мост посвечивали. Ну, ее было очень мало. По сравнению. Вот с такой скоростью езжай, чтобы могли посмотреть. Ну, ты вот, ты хочешь, чтобы меня обсигналили? Допустим, он с левой стороны сколько полос? Слева чайхана номер один. Кстати, классная чайхана. Да, очень вкусно там кормят. Там я встретился, сидел за соседним столиком с Михаилом Галустян. Это что? Да, подходить не стал, конечно. Ну, он там с женой ужинал. Подходить не стал. Ну, а что, отвлекать человеку? Вот вынужден им нарушать из-за этих товарищей. Припакованных. Вот он встал, блин, аварийку включил он или она. Это что у нас? Это у нас, да, ну, да, вот слева под нами там садовое окальство идет. С левой стороны тогда высотка Сталинка. Видно ее? Не видно нифига. А, видно сейчас, вот, появилось. Так, справа там что-то. Дом киноактеров, по-моему, с правой стороны. Геликом поворотники включать не обязательно. А вот на этой улице, направо, чуть дальше, метра, наверное, 300-400, с левой стороны был убит дед Хасан. О, кстати, слева какие-то съемки идут. Фильм, что ли? Не знаю. Какая-то машина. Какая-то машина. Смеховая. Какая-то не платащит, правильно ли, направо? Направо, направо. А, ну, понятно. Это чтоб на этот выехать. Что-то машина передумала впереди. На, 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 на. Так, к этому, к Маховой, да? Ну, да, к Кремлю. Вот здесь вот, во дворе от этих домов, с левой стороны, вот, крыло это преступление. Большая Никитская улица. Вон, какое заказное убийство. Все сплетни, все расскажут. Все сплетни Москвы. Да. Что было, чего не было. Справа, Московский нефтехимический банк. Этих банков в Москве, как грязи, наверное, от России. Так, а где же Берия жил? Дальше по-моему. Лаврентий Павлович Берия. Известная личность ему. Кто это? Вот где-то здесь, вот в этих домах. Вот или в этом, или в следующем. Что-то далеко от Кремля он жил. Ну, как далеко? Чего-то метро полтора. Ну, вот в этих домах, где-то. Зато из его кабинета вся Россия, Советский Союз был виден. Это какой же фильм? Говорят. Да, говорит, он в кабинете. Это из его кабинета Магадан видно. Шесть, три, два, один, ноль. Светофор загорается на 15 секунд. Какой-то, не знаю, что это такое. Где у нас сотрудники полиции? Стоят, что ли? Вот, вышли кого-то ловить. Прям вот таксиста выцепил. Так, это бульварное кольцо, я понимаю. Так. Так, оно не сюда. Да, мы сейчас будем пересекать бульварное кольцо. Вот оно, впереди бульварное кольцо. Поток движется по бульварному кольцу. Ты на него хочешь выйти? Нет, я по прямой и упираюсь в маховую. Сейчас будем проезжать вот это издательство ТАСС. Что слева за паник? Где? Би не вижу. Там площадь Никитские ворота. Не знаю, поехали. Похож на Чернышевского. Может, Салковский. Не знаю, извините. Не знаю. Вот это ТАСС. Его раньше расшифровали тайное агентство Советского Союза. Издательский дом ТАСС. Впереди опять виднеется Кремль. Вот она, Ночная Москва, центр. Ну, хорошо стал, дружище. Ну, вы, наверное, сможете рассмотреть, кто там. Ты имел в виду водителя? Да. Ну, так. Только они такое могут позволить себе. Моя твоя, не понимаете. Так, это что у нас? Александровский сад. Это, как мне однажды, знаю, рассказывал знакомый. Это вот про езду их, про их правила. Рассказывал знакомый и попал в ДТП. Ну, ехал он на машине. Как-то, я не знаю, ну, на дороге, может быть, во встречном потоке, может быть, в попутном потоке. Ехал кортеж свадебный. И как-то у него произошло ДТП с одной из машин свадебного кортежа. За рулем которой, ну, был дядечка, я не знаю, там, 50-60 лет. Это что такое справа? Кавказский выставочный зал. А, манежная эта. Вот, в общем, был 50-летний кавказец. И аргументировал он... Он был полностью по правилам ПДТ виноват, но аргументировал тем, что... Потише, потише, и жизнь, чтобы... У тебя, когда были права получены... Ну, давайте мы сейчас проедем это место. Справа манежная площадь. Кремль. Кремль. Прямо вот мы вернулись... Вернулись это у нас с... Ну, мы на улице Маховая. А вот подсветка слева здания, это у нас Госдума. А вот с правой стороны гостиница, которая еще... Сталину дали на утверждение проект гостиницы. И архитектор, значит, дал два варианта. Значит, с левой стороны был один вариант, там, с балкончиками в одном стиле. А вторая половина была в другом стиле. Ну, Сталин, не глядя, взял и подписал. И архитекторы не знали, какой вариант выбрать. Не построили гостиницу, значит... Ну, вот, асимметрия, что ли, асимметрия. Так, с левой стороны большой театр. Яйцом. Яйцом. Мы приблизимся к Кремлю, прям будем в пяти метрах от площади, но дальше уже только пешком. Так что этот... Либо на кортежах 50-летний. Да, возвращаясь к этому, к этой ситуации. Дядечка этот, кавказец 50-летний, заявляет, у тебя когда права получены? Ну, мой знакомый отвечает, там, пять лет назад. А у меня двадцать лет назад, значит, я прав. Хорошая логика. Я больше за рулем, значит, я прав, ты должен был меня пропустить, уступить и так далее. Я же дворниками показывал, куда поворачиваю, да? Так, слева детский мир с голубыми... Одна и дождик у нас. Прямо Лубянка. Справа у нас еще знаменитый салон Бентли. Где-то здесь Феррари еще был, по-моему. Ну там, где пенсионеры покупала машина, да? Да. Прямо то у нас. Слушай, мы все-таки припаркуемся где-нибудь, да? Если есть место. Ну зачем? А ладно, поехали. Все, прям, как оно хочешь. Это Кузнецкий муж, по-моему, да? Нет, подожди. Где Кузнецкий у нас? Вот машины припаркованы так, что мы вынуждены нарушать правила. Сейчас мы натремся в пыльинку. Не, ну, жить здесь и паси господь, на долгу. Заехать не может. Машину купил, права купил, а есть и купил. Как я помню, перегонял автомобиль, куда-то на восток. Двигаюсь. Смотрю издалека. Потихоньку меня догоняет. Больше груз. Сел и висит на хвосте. Ну, я вижу, что он сзади видит. Наверное, ну, на 20 ехал. Потом начинает мигать фарами. Так, что такое? Ильинка. Ты куда? Как он, что ли? Я прямо в Кремлю. А, ну, Владимир Владимирович, ты продолжал, да? Отказывать нельзя. Вот мы, собственно, подъезжаем туда, где уже в Центрии просто некуда. Дальше вот только пешком. Прямо у нас Кремль. Мавзолей. Так, как и шли женщина, чтобы это видело справа, чтобы было что-то надо рассмотреть. Справа дым, да? Да. Так, вот он Кремль. И вот за забором уже начинается пешеходная зона. У нас таксистам правила не писаны. Они у нас стоят, где хотят. Храм Василия Блаженного. Народ весь бежит по Красной площади. Укрывается, чем могут. Но людей много. Людей много на Красной площади. Но мы еще не раз здесь побываем. Если вы захотите, конечно. Если будут заявки на съемку, пожелания на съемку, то мы здесь еще побывать сможем. И в светлое время суток, и в темное время суток. Так, куда мы двинемся дальше? Ну что, мы можем на садовое кольцо теперь выехать? Пять кружок по саду у них. Да, давай сделаем это, как это называется. Почетный круг, что ли? Ну, круг подсчета. Вот подсчета по садовому кольцу. Конечно, то, что наблюдаете вы, это примерно 20% того, что видно в самом деле. Монорамы и Астарика, и полностью Кремль. Слева и справа. Я не дразнил вас. Смотри, дождик закончился практически. Ну да, вы проезжали, это как закон пакосты. Самый центр в дождь. Это что, яузы, что ли? По-моему, где-то здесь я получал международные права, если мне не изменяет память. Ну, они, в принципе, ни к чему, эти международные права. В Америку я не ездил. В черном списке, что ли? Да, в санкции. Обчинниковская набережная. Ты что, так на обаму говорила? Не знаю, что ли. Кто это? Так, подожди. Обама? Да. По-моему, я не ездил.